ВОЛЬВО XC60 Передок у обеих моделей в стиле XC60 Глядя на новое лицо ВОЛЬВО, можно констатировать, что шведский автомобильный дизайн окончательно распрощался с пенсионерским имиджем. Ну, или пенсионеры стали совсем другими. Большие глаза, широкие бедра, высокий рост. В этом автомобиле есть секс. А еще в нем есть необычно большой набор систем активной безопасности. О них мы и поговорим в этот раз. Внизу центральной консоли собрано управление системной электронной безопасности. Вот эти шесть кнопок, которые должны спасти мир. Мы решили проверить, как работают системы и насколько они эффективны. Итак, самая привычная функция – парктроник. Как мы выяснили, он видит и крупные, и мелкие препятствия, как, например, металлический столбик. В дополнение к нему есть камера заднего вида, которая подсказывает траекторию движения и расстояние до предметов. Днем картинка достаточно четкая, но ночью почти ничего не видно. Кроме того, объектив камеры в задней двери быстро пачкается. Ксеноновые фары могут направлять световое пятно в том направлении, куда поворачивает автомобиль, отклоняясь до 15 градусов в каждую сторону. Система БЛИС предупреждает о помехах в слепой зоне. Капельки или грязь на камерах во внешних зеркалах могут спровоцировать систему на беспокойство, даже если машины рядом нет. Система предупреждения об уходе с полосы следит за дорожной разметкой. Увы, видит она не все, что нарисовано на наших дорогах. Но кнопку эту лучше не отключать. Она приучит всегда пользоваться поворотниками при перестроении. При опасном сближении с впереди идущим автомобилем водитель увидит красный свет на лобовом стекле и услышит тревожный сигнал. И, наконец, самая занятная функция – автоторможение. Чтобы испытать ее, мы взяли пластиковые столбики со светоотражающим покрытием. Машина разгоняется до 20-30 км в час. И сама начинает тормозить метра за полтора до препятствия. Вслед за столбиками испытания должны были пройти в реальных условиях на машине моего шефа. Но из 10 попыток один раз мы затормозили чуточку позже. Так, из трех столбиков уцелел лишь один. Скорость была 25 км в час. Система City Safety активирована. Определенную роль сыграла шипованная резина, удлиняющая тормозной путь на асфальте. Как бы то ни было, машиной начальника и своей работой я решил не рисковать. Вместо этого мы устроили другую проверку в системе City Safety. Шведские автомобили традиционно пользуются доверием. А вось не напрасно. Радар за радиаторной решеткой и видеокамера у лобового стекла следят за дорогой. Система может притормозить автомобиль при включенном круиз-контроле. Или остановить машину, если столкновение неизбежно. Смотри-ка, работает! Не знаю, стоит ли это вам повторять со своим собственным автомобилем, но у нас, кажется, получилось. На самом деле у Volvo намного больше систем активной и пассивной безопасности. Моделью XC60 шведы разрушили стереотип о консервативном дизайне, но подтвердили стереотип о безопасности. За рулем шведского кроссовера вы хорошо защищены от неприятностей, лучше, чем в большинстве других автомобилей. Однако никакая электроника не избавит водителя от обязанности внимательно следить за дорогой. Ведь, как говорится, слава богу, не в Америке живем. И у нас нельзя подать иск за то, что, следуя подсказкам навигатора, вы заехали в чужой огород. Современные системы безопасности не могут гарантировать безаварийную езду. Но они минимизируют риск и помогают меньше уставать за рулем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok